здравствуйте друзья сегодня мы с вами подведем итоги за апрель и сравним эти итоги с предыдущими месяцами я покажу вам все на диаграммах сначала обратимся графику прибыль от рекламы вы видите что прибыль от рекламы сейчас падает до реклам практически нет скажу вам прямо если феврале более 40 тысяч был доход от рекламы то сейчас он не достиг даже 5000 и тем не менее как видите по прежнему баланс со мной я не сливаюсь вопреки словам многих людей прижим продолжать работать в ютюбе рекламе в рекламы в апреле не было вообще реклама была в контакте и в телеграме а что касается ставок теперь сначала суммарно смотрите что было а если в феврале согласно моим подсчетам моя прибыль на ставках растилась почти 30 тысяч в марте я был в минусе я эту не отрицаю то в апреле суммарно доход составил почти 5000 рублей и 503 рубля некоторые конечно склонны сюда еще относить и минус 7000 на счету того человека который мне давал деньги и который я мог слить я их не считаю окей вы можете их считать это ваше право но я считаю именно так я в плюс примерно на 5503 рубля из них из них смотрите такой у меня листик еще есть из них в апреле значит это фаре было заработано 528 долларов плюс а это в рублях примерно 33 тысячи и вот смотрите какая интересная статистика 28 дней я ставил в это фаре из них 20 дней были плюсовых 8 минусовых апреля в марте было статистика 14 дней всего 11 плюс а 4 минус течение двух дней оставил в б-365 в апреле слил 145 долларов соответственно два минуса дня и в марафоне были ставки там я ставил в течение шести дней за апрель все шесть дней были минусовые слил почти девятнадцать тысяч теперь я все это вам покажу а графики смотрите вот это прибыль по конторам феврале вы видите в отваре я не ставил вообще я был плюс в марафоне и небольшой плюс за счет экспресса в 1x бете в марте в бэтфаре прибыль составила ровно 0 долларов поэтому здесь вы ничего не видите и убытки были в марафоне больше я нигде не ставил а в апреле вы видите прибыль в бэтфаре о чем я уже говорил 500 долларов убытки в марафоне и небольшие убытки в бет 365 а вот то о чем я говорил вам что эффективность работы в бэтфаре у меня выше я это хотел наглядно показать себе и вам я вот показал вам действительно процентом соотношения получается что более 70 процентов дней получаются плюсовые в бэтфаре спрашивается тогда зачем вообще стоит других конторах собственно это было понятно еще и давно да многие люди тут сейчас смеются что мол как это пять тысяч за месяц заработал ахаха на заводе заработал бы больше ребят ну во первых еще раз повторю видите сколько я денег слил в марафоне все это можно было бы избежать и я сейчас этого и избегаю не ставят там вообще плюс я установил сейчас лимит снова 200 из этих восьми дней когда я сливался был было два-три дня когда я сливал достаточно много если бы уже тогда стоял лимит вместо 476 долларов я бы слил 200 в один из дней не отыгрывался еще больше в другой дне я бы не слил 300 большое количество потерь можно было избежать как мне правильно писал один мой подписчик все-таки есть среди подписчиков и умные люди если тебе исключить агонии серёг да ты будешь вообще в в отличном плюсе верно все абсолютно верно он говорил все что нужно сделать это исключить агонии да минусы возможны не буду это отрицать просто их долю нужно свести к минимуму это раз и минимизировать убытки и кроме того чтобы их минимизировать нужно постоянно выводить чем я сейчас и занимаюсь уже 50 процентов от дохода течение суток я сразу вывожу соответственно я не буду сейчас говорить вот смотрите так будет весь май умножить 100 долларов на 31 и сами посчитать сколько будет говорить пока можно все что угодно давайте дождемся окончания мая читаем прибыли и потом уже я надеюсь я не дал вам повода говорить ой ты только языком чесать можешь ты только много чего обещаешь вот ты покажи делом ну вот давайте посмотрим теперь когда я кучу новых правил ввел и начал их соблюдать что из этого всего получится вот май закончится и мы посмотрим какое новое деление какой новый ряд мы построим на этой гистограмме а все прощаюсь с вами пока espero пока Продолжение следует...